Итак, дорогие друзья, здравствуйте, да, сегодня 21 февраля, и я продолжаю говорить о том, как я пришла к моей осознанной жизни. И в продолжение наших разговоров о Святом Имени, да, сегодня я хочу поговорить о медитации, да, о медитации на образ Шримати, Радхарани и Шимасундры, да. Итак, последовательное сосредоточение на обликах Радхи Говинды. Приведенная ниже последовательная медитация на трансцендентные облики Радхи Говинды взята из книги Рупа Чинтамани, которую написал Шрилови Шванатха Чакраварти Дхакур. Применяя эту медитацию, преданные смогут легко сосредоточить ум на трансцендентных обликах Радхи Говинды во время повторения джапы. Итак, начинаем. В самой глубине моего сердца находится самая очарующая и прекрасная обитель Шри Вриндавана Дхама. Она окружена искрящейся рекой Емунной, дочерью горы Калинда. С трех сторон она омывает Йога-Питху. Вдоль четвертой стороны Йога-Питхи пролегает канал, который соединен с Емунной. Во Вриндаване есть удивительное место. Земля там из сверкающего золота, и оно опоясано огромным количеством холмистых лесных роч с беседками в них. Посреди всего этого скопления роч возвышается дивный храм, построенный из редких драгоценных камней. А в храме находится Маха-Йога-Питха, главное место встречи. Эта Йога-Питха расположена под сенью необыкновенно высокого и яркого сияющего древа желаний. Воздух в этом особенном месте встреч пропитан свежим, приятным благоуханием леса. В этой Йога-Питхи вечно обитает юная божественная чета. Все вокруг озарено чудесным сиянием, которое исходит от кишора кишори. Они выседают на украшенном драгоценными камнями сверкающем троне в форме чашечки лотоса. Вокруг божественной четы на лепестках лотоса разместились сакхи. Каждая из них поглощена своим определенным служением Радхи Гавинди. О мой дорогой ум, послушай меня. Я хочу, чтобы вначале ты медитивы орвал на того из двух божественных возлюбленных, чьи сияющее тело цветом, подобные два народившейся тучи. Начни прямо сейчас. В первую очередь навсегда запомни привлекательную, нежную, ласковую улыбку Кришны. Затем размышляй о его очаровательной короне, украшенной роскошным пером павлина и гроздьями ягод кунджа. Представь себе локоны блестящих черных волос Чьямы. Задержи внимание на его челе, где красуется восхитительная опрятная Тилака. Созерцай брови Хари, его глаза, нос. Вообрази в своих мыслях атласные щуки Гавинды. Сосредоточься на ушах Гиридхари, на которых играют отблески покачивающихся драгоценных сережек. Вспомни яркие рубиновые губы Кришны. Вспомни его чарующую сладкозвучную флейту. Помни все бесконечное разнообразие многозначительных выражений лица Гапинатхи. Вспомни его шею, отмеченную тремя линиями. Вспомни два нежных покатых плеча Кришны. Вспомни его руки, опоясанные браслетами и другими изящными замысловатыми украшениями. Вспомни подобные лепесткам пальца на лотосных руках Мады, где красуются причудливые кольца, на которых выграверны его собственные святые имена. И вспомни все благоприятные знаки удачи на его ладонях. Вспомни грудь Мурария, а на ней камень Коуступху. Лесные гирлянды, жемчужное ожерелье и медальон с изображением Радхи внутри. Вспомни, как ослепительно сияет линия Дхармы, которые представляют богиню дачу, нашедшую прибежище на его груди. Вспомни изысканную прелесть коротких приподнятых волосков, что тянутся от его подобного лотоса, пупка до груди. Вспомни тонкую талию Шьямасундры, вокруг нее свободно лежит на бедрах прекрасная витая цепочка с маленькими позванивающими колокольчиками. Вспомни блестящая, сверкающая желтая тхотихари, которая ласкает его широкие статные бедра. Вспомни пленительные и сильные ноги Кришны, его изящные колени. Помни игры Радхараманы, которые переходят в восхитительные лодыжки. Вспомни два его сладкозвучных ножных браслета. Вспомни лотосные стопы Мукунды, очаровательный нежный пальцем на ногах и полупрозрачные розовые ногти на них. Вспомни сочный красноватый цвет его стопы пяток, которые благодаря своей неиссякаемой свежести сразу бросаются в глаза. Теперь представь один за другим благоприятные знаки на подошве правой стопы Шри Кришны. Вспомни знак в виде ячменного зерна в основании большого пальца, чакру под ним и зонтик. Вспомни изогнутую линию, что тянется от центра стопы до сочленения большого и второго пальца. Вспомни цветок лотоса у основания среднего пальца кишоры, а под лотоса флаг, но зодчатом флагштоки. Вспомни стрекало для слонов у основания мизинца Кришны и стрелу молнии под ним. Вспомни восьмиугольник на пятке. Вспомни четыре свастики вокруг него, расположенные в четырех направлениях, и четыре ягоды джамбу между ними. Ум, и дорогой ум, просто погрузись в созерцание этих одиннадцати знаков на правой стопе Шри Хари. Затем медитируй на восемь благоприятных знаков на подошве левой стопы Шьямы Рая. Вспомни морскую раковину у основания его большого пальца, у основания среднего символа пространства, состоящий из внешней и внутренней окружности. Вспомни лук без тетивы под символом пространства. Под ним след коровья копыт, еще ниже треугольник, окруженный четырьмя кувшинами, а еще ниже, полумесяц. Наконец, вспомни рыбу на пятке Хари. Сосредоточься на ярко-розовых подошвах стоп Кришны. Помни, как ослепительно светятся белым и красным сиянием полупрозрачные ногти на пальцах его ног. Вспомни мягкие красноватые пятки Говинды. Вспомни две его стопы, со вкусом украшенные звонкими ножными колокольчиками. Вспомни его восхитительные лодыжки, округлые икры, гладкие колени, очаровательные бедра. Вспомни, как блестят и сверкают его броски из желтой одежды. Вспомни драгоценную витую цепочку со множеством маленьких звучных колокольчиков, которая обвилась вокруг его талии. Вспомни тонкую талию Кришны, глубокий лотосный пупок и живот, который похож на паньяновый лист и покрыт порослью прекрасных мелких волосков. Вспомни его широкую грудь, украшенную камнем куступха, бесчисленными длинными драгоценными ожерелями и гирляндами из Тула-Семанжари. Вспомни расположенный слева на его груди знак Шри Ватсу, символ богини Удачи. Вспомни знак Брахма, который находится на его груди справа. Вспомни его шею, отмеченную тремя линиями, что его горло – источник целой сокровищницы дивных звуков. Вспомни его расправленные широкие нежные плечи. Вспомни его исполненные неописуемой красой руки, расписанные различными узорами и украшенные выше локтя браслетами. Вспомни его блестящие локти, о которых исходит невиданное сияние. Вспомни кисти его рук, запястья в браслетах и разрисованные узорами ладони. Вспомни благоприятную линию великой удачи на его ярко-розовых ладонях. Вспомни пальцы Кешева с золотыми кольцами на них и его ногти, подобные скоплению полных лун. Затем направь свое внимание на его лотосное лицо, которое пленяет его сверкающими зубами, блестящими устами, широкими лотосными глазами и румяными щеками. Сосредоточься на точенном профиле его носа, медитируя на его изогнутые брови, погрузись в созерцание тилоки, которое нарисовано на лбу Кришны, яркой желтой глины, горочаной. Неотребно наблюдая за тем, как в его ушах из стороны в сторону покачиваются замысловатые серьги. Размышляй о его густо вьющихся из сине-черных волосах Кришны. Представь себе необычайно привлекательную корону Геретхари, которая украшена павлиним пером, красными и белыми ягодами гонжа и искусно слитым цветочным венком. А сейчас, мой дорогой ум, как и в самом начале, я хочу, чтобы ты со всем тщанием погрузился в непрерывную, глубокую медитацию на завораживающее великолепие очаровательной, милой, нежной улыбке Кришны. Золотистое тело Радхи так сверкает, что вспышки молнии стыдятся его блеска. Ее зовут Кишори, цветущая юной красотой деревенская девушка. Мой дорогой ум, сосредоточься на сиянии, которое исходит от синей одежды, покрывающей голову Радики. Размышляй о ее обворожительно милой, нежной улыбке. Затем представь ее роскошные, вьющиеся волосы, заплетенные в прекрасную косу, которая спускается вниз по ее спине. Вообрази ее искусно упрашенную драгоценными камнями корону. Нарисуй в мыслях ослепительную золотую подвеску, в виде листочка на лгу в Решепхану Нандине. Задержи внимание на маленьких локонах, которые обрамляют лицо Шримати. Представь изысканную тилуку на ее лбу. Сосредоточься на выразительно изогнутых бровях Радики. Размышляй о блеске ее глаз, подведенных черной тушью. Вспомни ее уши с покачивающимися в них прелестными сергами. Вспомни удивительное украшение, что огибает края ушных раковин Шьяма Брия. Вспомни двух дельфинов Макари, нарисованных на гладких щечках Радики. Вспомни ее нос, кончик которого украшает жемчужина. Вспомни ее ярко-розовые губы. Вспомни ослепительный блеск ее ровных зубов. Вспомни ее изящный подбородок, где мускусом нарисованы черные точки. Вспомни ее шею, отмеченную тремя линиями. Вспомни множество драгоценных бус и ожерелья кишори, свисающих одно за другим с ее шеей. Вспомни ее нежные покатые плечи. Вспомни руки Кришна Канта с различными браслетами на предплечье. Вспомни ее мягкие локти, усыпанные драгоценными камнями браслеты на запястьях. Кисти ее лотосных рук и розовые ладони, которые отмечены благоприятными знаками и линии удачи. Вспомни нежные пальцы Радхарани, украшенные драгоценными кольцами, где написаны ее собственные святые имена. Вспомни кисти ее рук, великолепие которых усиливает изумительная красота ее пальцев. Вспомни груди Кришна При, покрытые расшитым драгоценными камнями красным кончули. Вспомни ее любимый медальон, сложенным в него портретом Кришны. Вспомни легкую поросль мелких очаровательных волосков на ее животе, похожем на лист баньяна. Вспомни лотосный пупок Гуранги, ее тонкую талию с тремя складками. Вспомни ее пестро-синяя шелковая саря, лежащая наискосок поверх кончули. Вспомни ее бедра, колени, икры и лодыжки. Затем вслушайся в звон ее ножных колокольчиков, который подобен ласковому пению лебедей. Размышляй о кольцах, украшающих пальцы на ногах Радхи. Когда Шри Радха идет, эти кольца издают дивные звуки. Представь ее пальцы на ногах и ногти на них. Внем ли мне, ум и дорогой ум, пожалуйста, медитируй на знаки, которыми отмечена подошва левой стопы Шри Радхи. Вспомни знак в виде ячменного зерна у основания большого пальца. Под ним чакру, под чакрой зонтик, а под зонтиком браслет. Вспомни слегка изогнутую линию, которая тянется от центра стопы до сочленения большого и второго пальца. Вспомни восьмилепестковый лотос у основания среднего пальца. Вспомни флаг, расположенный под лотосом. Вспомни цветок, что находится ниже флага, или ану под цветком. Вспомни стрекало для слонов у основания мизинца. Вспомни полумесяц, артхачандру на ее левой пятке. Думай о знаках на правой стопе Радики, начиная с рыбы на пятке. Вспомни гору, что расположена между основаниями второго и среднего пальцев. Вспомни колесницу Радху под горой. Вспомни копье шахте у внутреннего края стопы, сбоку от колесницы. Вспомни булаву с другого бока от колесницы, у внешнего края стопы. Вспомни морскую раковину у основания большого пальца. Вспомни жертвенный алтарь у основания мизинца и сергу ниже алтаря. Смотрись в нежно-красный цвет подошвы пяток Радхи. Нарисуй в мыслях кольца на розовых пальцах ее ног. Представь розовые ногти на них, вообрази ее ножные колокольчики. Размышля об изысканно чарующей красоте ее ладышек. Икр, колени и бедер. Вспомни ее превосходность живот и бока. Вспомни ее роскошные наряды, прошитые тонкими золотыми нитями джарей. Вспомни драгоценные украшения, обивающие талию. Вспомни пупок Матхова, Прии и подобные лианам полоски мелких волосков, вдоль ее живота похожего на лист. Вспомни ее упругие груди, покрытые усыпанным драгоценными камнями кончули. Вспомни ее отмеченную тремя линиями шерст, которые свисают ожерелье из золота и драгоценных камней. Вспомни мягкие округлые плечи, радхие ее руки с браслетами на предплечье. Вспомни ее восхитительные очаровательные локти. Вспомни ее запястья, вокруг которых красуются браслеты, сделанные из самых драгоценных камней. Вспомни ярко-розовые лотосные ладони Канупри, ее нежные, изящные пальцы. Вспомни драгоценные кольца на руках Радики. Вспомни ее ногти, сияющие, словно полные луны. Вспомни ее подбородок, украшенный капельками мускуса. Вспомни ее лотосное лицо, ее верхнюю и нижнюю губы, и две ее щеки, расписанные узорами. Вспомни уши Радики, ее необыкновенные серьги с цепочкой, заколотой за ухом. Вспомни ее нос, который венчает жемчужина, окруженная драгоценными камушками. Вспомни широкие лотосные глаза, рассешивали, искусно подведенные черным коджалом. Вспомни ее длинные луком изогнутые брови. Вспомни ее лоб с аккуратной тилокой, свисающим с головы золотым украшением в виде листочка. Вспомни ее покачивающейся стороны в сторону прелестной кудри. Представь себе проборки шори, помеченной красной кункумой. Вообрази себе ее корону, сделанную из разноцветных драгоценных камней. Созерцай удивительную косу шья-мешвари, в которой вплетены букетики изысканных цветов. Эта коса словно тревини, слияние трех величайших рев. Сосредоточься на сверкающей золотой кайме вдоль края сари, который покрывает головы Радхи. И, наконец, мой дорогой ум, просто полностью погрузись в глубокую, непрерывную медитацию и на чарующую, милую, нежную улыбку Шримати Радики. Эти стихи описывают трансцендентный философский камень медитации на прекрасные божественные облики Рупа Чинтамани Радхи Мадавы. Те разумные, непоколебимые, решительные и преданные, которые с неотрывным вниманием, полной сосредоточенностью прочитают эти описания два, три или четыре раза, обретут право непосредственно и в спромедлении лесозреть их светлости. Шрила Вишуанадха Чикраварти Тхакур Рупа Чинтамани. Итак, мы закончили нашу медитацию сегодня на образ Шримасундры и Радики. Ну, а на сегодня все. Увидимся в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok